Стройными колоннами представители власти, чиновники, военные различных ведомств и неравнодушные горожане двигались к могиле неизвестного солдата на кладбище Балино. Традиционно ивановцы 9 мая возлагают цветы к двум мемориалам – падшему воину и скорбящей матери. Вот это кладбище «Мать Родина», да, мы будущие комсомольцы, я была как комсомольским работником. Мы сами все это начинали сооружать, вот сейчас уже готовы, а раньше мы сами все это делали. Николай Брезгин праздник отмечает с правнучками. Ветеран с детства учит девочек гордиться историей своей страны. Уничтожал немецкие танки, орудия, пехоту, наблюдатели пунктов, доты, дзоты. Дошел до северного края Берлина, был четырежды ранен, горел два раза в танке, контужен. Ну вот, думал после войны, что дай бог жить до 30 лет и хватит, а живу до сих пор, и теперь думаю, мало. Епископ Иваново-Вознесенской Кенишемской епархии Иосиф отслужил молебен памяти павшим воинам. На кладбище в местечке Брино покоятся останки более трех тысяч бойцов. Смысл в том, что мы воздаем должное нашим защитникам родителей. Эта традиция не нынешняя, не советская, она уходит далеко в прошлое. Пока существуют вооруженные силы, праздники отмечаются парадами. После возложения ветераны отправились к памятнику героям фронта и тыла на Шереметьевском проспекте. Сегодня на всех мероприятиях участники войны и труженики тыла самые желанные гости. Анатолий Логинов, Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.